добрый день из этого видео вы узнаете что можно сделать для того чтобы у вас всегда была высокая мотивация к обучению меня зовут игорь солодов я бизнес-тренер по управленческим и коммуникационным навыкам в IT-компании замечали ли вы что когда вы приходите на любой курс или беретесь за любое дело или проект у вас сначала очень высокая мотивация а потом когда вы начинаете что-то делать эта мотивация начинает падать 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 и иногда она полностью уже на нуле если не на минусе и вы бросаете это дело может быть именно так вы учили английский или какой-то другой иностранный язык может быть именно так выходили в спортзал может быть именно так вы осваивали какой-то навык и в результате его не освоили чаще всего мы бросаем это потому что у нас не хватает заряда у нас не хватает энергии за чтобы дойти до финиша что же можно сделать чтобы все-таки доходить до финиша и дальше поговорим об этом прямо сейчас первая и основная ошибка которую мы обычно делаем для того чтобы мы сами понизили себе мотивацию это наше ожидание у нас есть ощущение что все будет легко и просто что мы будем сразу схватывать какую-то информацию и будем это делать идеально по крайней мере как наш преподаватель знаете что реальность скорее всего будет противоположным попробуйте взять хотя бы ложку в другую руку когда вы кушаете вы увидите что вам уже дискомфортно вы уже не так это делаете хотя вы знаете как держать ложку вы понимаете что делать а если мы говорим о совсем новом навыке там становится еще хуже поэтому то что я бы предложил вам я предложил вам сначала делать даже не невысокие ожидания кита выстраивать а четко понимать что вам важно допустим вы понимаете результат курса вы понимаете к чему вы должны прийти это все прекрасно это все будет в конце а что должно быть как результат например в конце этой недели или в конце выполнения домашнего задания за что вы можете себя похвалить часто когда мы делаем какую-то работу у нас от того что мы это делаем в первый раз в пятый раз в десятый раз у нас что-то не так хорошо получается как хотелось бы и мы в в этом процессе обычно замечаем что мы сделали плохо что у нас не получилось что мы только что сделали мы только что сами понизили свою самооценку мы чуть-чуть забрали свою энергию сами у себя и что тогда делать как вы собираетесь дойти до финиша что можно сделать наоборот можно задать другой вопрос а где я выучил все таки свой урок что у меня получается лучше чем это было раньше где я молодец за что я могу себя похвалить и это даст вам энергию и силы двигаться дальше а то что у вас не получается это ваше домашнее задание это ваш урок это то где есть ваша зона развития у мотивации есть интересный принцип нам кажется что у нас может быть хорошее настроение плохое настроение вот мне нравится учиться вот мне не нравится учиться от кого это зависит от того с какой ноги вы стали сегодня я предпочитаю чтобы ваша мотивация зависела от вас самих что можно тогда зайти с этим сделать если мотивация падает и падает и падает все время нам важно постоянно что-то делать для того чтобы это компенсировать то чтобы всегда была высокая энергия к обучаемости и тогда вот что можно сделать можно чаще себя хвалить можно замечать что вы сделали правильно и не только во время обучения посмотрите вообще на всю свою жизнь где вы справляетесь чем-то где у вас есть действительно результаты никто в жизни не будет вас мотивировать так как вы это можете делать поэтому если вы можете сами себя мотивировать вы сможете в результате сделать все что угодно тем более пройти успешно курс до конца удачи